Сохранить память о войне и передать всё ценное о её героях потомкам. Такую цель преследовали основатели частного музея братьев Кисель-Загорянских и Дачной культуры, когда открывали выставку «Созвездие Загорянки» в Музее Победы на Поклонной горе. Выставка – часть проекта «Территория Победы», объединившего более 250 музеев, просветительских организаций и патриотических объединений по всей стране. Она рассказывает об удающихся людях братьев Мироне и Мартыне Мержановых. Оба безмерно талантливые и часто приезжали к себе на дачу в Загорянку. Посёлок Загорянский является историческим дачным посёлком Подмосковья. Уникальность его времён Великой Отечественной войны состоит в том, что он был не на линии фронта и не в тылу, а в особой прифронтовой полосе. Там люди жили на дачах, а рядом падали бомбы. С 1934-го вплоть до начала войны Мирон Мержанов проектировал дачи для высших советских руководителей, коллеги называли его личным архитектором Сталина. Самые известные проекты – ближние дачи в Кунцеве, Бочаров в ручей, Мюсере, Мацеста, Гагры. Сын Мирона Ивановича Сергей многое взял от отца и стал известным архитектором. Династия Мержановых – это яркий пример того, ради чего живут люди на земле. И никогда не забывает того, что династия, в принципе, она основа государства. 1 августа 1939 года была учреждена медаль «Золотая звезда» и отмеченные герои Советского Союза, в том числе и фронтовики. Автором этой медали выступил житель Загорянки Мирон Иванович Мержанов. Знак Героя Советского Союза достаточно быстро был принят, хотя он нарисовал несколько вариантов, и самый простой был принят очень быстро. Потом, через год, ему поручали знак Героя Сортического труда сделать. Брат Мирона Мартын, обладая феноменальной памятью, построил успешную карьеру журналиста. Прошел всю войну спецвоенкором газеты «Правда». Детальное описание штурма Рейхстага признано его лучшей журналистской работой. Перед нами лежит тетрадь записи 1945 года, абсолютно уникальная, где он зафиксировал план взятия Рейхстага. В центральной витрине, кстати, есть обращение от главного редактора «Правды» к маршалу Советского Союза Жукову, который написал, с удовольствием прочитал репортажи Мержанова, что все в них правда. И подписался Жуков. Рукописи будущей газетной статьи «45 минут» загорянцы привезли на выставку. В «Правде» она вышла в День Победы под заголовком «Капитуляция». В мирное время Мержанов заведовал отделами в огоньке и советском спорте. Всю жизнь болел за «Спартак». Старожилы помнят еженедельник футбола, основанный Мержановым в 60-м году. Идей для творчества братьям Мартыну и Мирону занимать не приходилось. В них как бы отразилась такая вообще вся история страны. Такие вот как бы персонажи, да, если к ним появляется какой-то интерес, то у тех, кто этим интересуется, у них появляется более целостная картина. История – это как бы жизнь человеческая. Когда готовилась выставка, выяснилось, что во всенародном историческом депозитарии Музея Победы имена братьев отсутствуют. По инициативе загорянцев пробел был устранен. Теперь биографии Мартына и Мирона Мержановых во всеобщей базе лица Победы. Навечно. Мы обратились в Музей Победы за поддержкой, нас поддержали. И в марте 21-го года мы стали общественным филиалом этого музея, чтобы узнать, как в других местах люди сохраняют память о войне, как передают наследие. И мы нашли в лице Музея Победы наших друзей, помощников. Выставка «Созвездие загорянки» открыта до 2 сентября. Найти ее просто. Зал исторической правды слева от центрального входа. Михаил Налетов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok